всем привет вы на канале пользы нет меня зовут саня здесь только быстрые обзоры и долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что я расскажу вам арене gt3 не забудьте подписаться на канал с колоколом кстати и подписаться на лайв канал потому что смартфоны которые держу в руках я всегда в онлайне гоняю там в чем особенность этого аппарата разумеется это 144 герц и довольно хорошая яркость на уровне в принципе всех средняков прямые грани и за это тоже отдельный плюс snapdragon 8 плюс ген 1 и разумеется это что правильно это реинкарнация риме не опять притом если у вас есть риме не опять путем просто замены прошивки вы можете получить глобалку старта продажи еще нет то же самое сделал я и в чем будет отличаться риме на опять от глобальной версии я вам спойлер сразу скажу здесь нет 20 бенда здесь другая агрегация частот но в конце я расскажу подробно почему бы я стал или не стал менять прошивку если говорить о vio lte vio вайфай здесь она осталась если говорить о звонилке с записью разговора без уведомления собеседника о начале записи здесь почему-то в глобалке если перепрошивать она тоже осталось если говорить о китайщине то к сожалению или к счастью удалить ее можно без проблем как только вы перепрошиваете на глобалку китайские программы у вас как и наши предустановленные появляются при полном сбросе настроек если вы перепрошились на глобалку глобалка у вас останется повторяюсь я не рекомендую делать перепрошивки любые даже заменой это может а кирпичить устройство да кто-то их реанимирует но это все в пользу бедных у меня сегодня рассказ для вас о чем о том что они допилили этой прошивкой камеру чуть-чуть задушили процессор в синтетике стало все лучше работать камера по мне стало лучше работать из интересного я сравню его споко f5 про почему споко f5 про потому что когда у нас был редми к 60 и потом пока сделали то же самое что делают риме сейчас они просто-напросто взяли тот же самый девайс написали пока и сделали глобальную прошивку добавили агрегации частот добавили бенды ну и все и покупай как говорится вот то же самое сделала риме они просто-напросто поменяют сейчас прошивку начнут продавать глобалку на процентов так 30 дороже рекомендовать ее сразу могу потому что на опять это в моем понимании лидер ценового сегмента средних телефонов но если вам нужен экран получше и все остальное когда вы увидите обзор на пока f5 про который сбрасывает яркость два раза через кстати четыре минуты игры и это очень плохо я не думаю что прошивку они в этом смысле допилят то на этот смартфон вам стоит обратить внимание здесь есть диод индикации отдельные помимо флэша его можно настраивать здесь у нас отсутствует миниджек но в то же время мощи хватает камера 4к 60fps снимает отлично по мне во всяком случае по сравнению с пока недавно у меня был еще обзор на айку на 7 racing edition я его тоже с пока f5 про сравнивал кому интересны камеры посмотрите разумеется сегодня у меня будут сравнения камер по видео сравнение камер по фото отдельные примеры видео фото и выход я пишу всегда со смарту увидите как он в студии в идеальных условиях обстановки без родов ского микрофона и не на sony fx3 сможет снимать поэтому девайсу никаких лагов проблем или еще чего-то у меня не было потому что я не разблокировал загрузчик а просто поменял прошивку подменой и она отлично встала ничего не глючила но повторяюсь не рекомендую перепрошивать смартфоны я это делал для контента если бы я имел свой смарт я бы это делать не стал 20 бенда от этого не появится смотрим сразу хочу отметить что разумеется римми gt3 я куплю когда начнутся продажи ну а пока распаковка в комплекте со смартфоном мы имеем силиконовый чехол неплохого качества краткое руководство ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 наносим карты официально защите влаги не заявляли и она точно не появится и sim смартфон не поддерживает далее защитная пленка которая наклеена уже на смартфон кабель для зарядки с тайп си на тайп си и блок питания в моем случае на бодрые 160 ватт и разъемом тайп си к слову можно будет купить версию с блоком питания на 240 ватт и gt3 будет как раз с этой версии габариты смартфона 164 на 76 на 9 миллиметров а вес 199 граммов розыгрыше море читаем описание какие сейчас актуально постоянно это 5 mi band of 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно помимо этого пока f5 разыгрывается в этом месяце так что смотрим условия в записи стрима подписывайтесь колоколом перейдем же к смартфону полетели дизайн смартфона как я уже говорил интересный тыльная часть выполнена из матового стекла рамка к сожалению не алюминиевая но качество материалов по мне отличная как и сборка хотя в руках конечно ощущается дешево после каких-нибудь аппаратов с металлической рамкой особенность данной модели это rgb подсветка с полупрозрачной вставкой и поддержкой 25 оттенков цвета которую расположили рядом с блоком камеры такой индикатор оповещений персонализировать подсветку можно в настройках на смартфоне есть режим дыхания режим мерцания настройка скорости настройка активного периода и не только далее это касается эргономики в руке с чехлом смартфон лежит удобно одной рукой и пользоваться им в целом возможно на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости и вы будете смеяться но очень много людей из-за ее расположение покупают один или другой смартфон они по каким-то другим характеристикам разъем избитой пси версии 20 хотелось бы конечно пободрее разъем но скромничают производителя экономят также на корпусе можно заметить два микрофона и к порта вот миниджека не завезли и он не появится по звучанию установлены стереодинамики с поддержкой dolby atmos профилями среды и пространственного звука звучание качественное но не топовый учитывая что здесь не полноценные стерео а полуторка аудио кодеков для блютуз устройства достаточно вибромотор линейный по секс с технологию haptics хороший но не флагманский настроить силу вибрации можно как интенсивность сенсорного отклика по поводу вибро я бы даже сказал что она ближе к дешевым но не совсем плохое летим дальше смартфон оснащен amoled дисплеем t7 плюс на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей полтора к дисплей прямой без закругленных краев за что отдельный плюс играть удобней подбородок внизу экрана минимальная в целом как и рамки hdr 10 плюс есть плотность пикселей 450 пи пи что как по мне достаточно но как читалку его использовать все таки не совсем комфортно как примеру смартфон с экраном у которого плотность пикселей 500 пи пи выше например тот же пока f5 про пиковая яркость неплохая 1400 нет при прямом попадании света на экран в солнечный день яркости достаточно запас есть но небольшой автояркость работает корректно и шустро частота обновления экрана максимум 144 герц и на выбор также и 60 герц авторежим но мы понимаем что это маркетинговые уловки и найти то что будет у вас 144 герцах работать практически нереально чтобы это еще вам нужно было вообще нереально если вы не представитель китая тест на частоту дискретизации касаний вы видите на экране результат средний а в играх экран показал себя хорошо в плане отклика мне понравилось имеется затемнение pwm с частотой 2160 герц в шим на 100 процентах яркости около 33 что является плохим показателем на 70 30 на 36 половины на нуле около семи процентов я не думаю что в глобалке они будут запихивать какой-то другой экран так что смиритесь те кто не любят шим полноценный always on display в наличии это вам не сяоми который в более дешевые модели заводят 10 секунд на от мультитач есть и на 10 пальцев экран откликается моментально далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран с поддержкой измерения сердечного ритма который к слову работает не идеально но об этом я рассказывать вам не буду потому что в принципе пульс нужно считывать не смартфоном хотя бы умными часами или браслетом и распознаванием лиц сканер отпечатков пальцев работает отлично как распознавание лица внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя что хорошо может быть сяоми когда-нибудь такое тоже сделают хотя бы во флагманах зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица процессор здесь qualcomm snapdragon 8 плюс ген 1 всех процессом 4 нанометра с 8 ядрами максимальная частота которого 3 гигагерца графический процессор стандартно для этого процессора адрена 730 также установлен дисплей чип лаз интерфейс real new а версии 4 0 и android 13 версии после обновления стандартно появляются китайские приложения которые можно спокойно удалить но каждый раз при обновлении вам нужно будет это все дело сносить оперативная память лпдр 5x и доступна на выбор 8 12 или 16 гигабайт внутренняя памятью fs31 на выбор 256 гигабайт 512 1 терабайт имеется поддержка высокоскоростного вайфая шестой версии поддержка 5g сетей что для нас всех не особо актуально но хорошо что они есть 4g имеет только 7 бэнд 20 бэнд не завезли опять же напоминаю что у меня на руках китайская версия с global rom и здесь хуже агрегация частот в раз 10 хуже чем у глобалки будет и нет 20 бэнд и перепрошивкой вы это еще в тысячный раз повторяюсь не поменяете тем не менее связь смартфон ловит хорошо и датчик приближения за время использования не подводил запись разговора в стоке почему-то осталось я не знаю почему наверное от перепрошивки потому что в глобальной версии уверен что и не будет bluetooth версии 5.3 на все на в наличии мир пэй встает без проблем gps с городских условиях шустренький показывает точность 3 метра для куалкому стандарт емкость аккумулятора 4600 миллиампер часов заряжается от родного адаптера питания на 160 ватт от 0 до 50 процентов за 15 минут что касается зарядки в 240 ватт как я уже говорил она бесполезно так как я замерял зарядку и полноценных 240 ватт она не выдает беспроводной зарядки нет в писемарке при 144 герцах на 100 процентах яркости смартфон выдал внимание барабанная дробь 7 часов 20 минут это прям очень круто а work performance выбил 15755 баллов это тоже очень круто режим gt обновлен до версии 40 в играх смартфон показал себя почти отлично почему потому что за час игры в тактикул с одновременным стримингом на твиче уходит 22 процента а вот в папке устает уходит уже 24 процента при том что в папке устает он потихонечку сбрасывал яркости в итоге смартфон тихой сапой сбросил яркость аж на 30 процентов через час игры хорошо это или плохо плохо конечно плюс он грелся как игровой смартфон я его не могу прям сильно советовать играть можно но недолго ген шинг импакт запускается у нас за 22 секунды к слову айку на 7 racing edition запускал ген шин импакт за 23 секунды но айку на 7 racing edition яркость не сбрасывал перейдем же к тестам троттлинг тест проходит стабильно 320 гипсов минимально максимально 364 гипса и в среднем 351 гипс при 30 минутах есть вообще ощущение что по спекам они на 0,2 гигагерца чуть-чуть ограничили мощность процессора и от этого стабильность в различных вариантах использования стресс тестов стало лучше в гигменче в сингл кори 1356 мульти кори 3758 3d mark показал вайл лайф максимум вайл лайф экстрим 2795 вайл лайф стресс-тест 10163 вайл лайф экстрим стресс-тест 2771 слингшот экстрим и слингшот на максимум в antutu выдал результат в 1 миллион 35 тысяч попугаев потратив 6 процентов заряда сторож тест показал неплохие 68000 я бы даже сказал хороший для этого типа памяти 45-минутный стресс-тест прошел плохо результаты вы видите на экране под конец он устал ну вот он в играх принципе так и сбрасывает яркость примерно через такое время результаты теста искусственного интеллекта хорошие 3 миллиона сто семьдесят четыре тысячи теперь к интересному основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров и двухцветные лет вспышки основной сенсор sony mx 890 с оптической стабилизации апертурой f1 и 9 на 50 мегапикселей 8 мегапикселей сверхширик sony mx 355 с углом обзоров 112 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя запись видео доступна в максимальном разрешении 4к 60 fps фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в верхней части экрана в небольшом вырезе максимальное разрешение для съемки видео у него только 1080p 30 fps короткие примеры и сравнение с пока вы сейчас увидите ну что идеальные условия для съемки единственное микрофон и родные работают это пока f5 pro и разумеется риме gt3 либо по другому риме gt5 но уже на глобальной версии по мне камера стали у него работать чуть-чуть лучше как работают микрофоны как работают камера в данных условиях вы сейчас можете увидеть плюс в любом моем обзоре фактически последний не знаю месяца 4 я делаю такие вещи для того чтобы вы могли оценить насколько камеры могут при получается 7 источниках света хорошо или плохо работать и та же история идеальные условия для съемки фронталка и фронталка 1 пока и 5 pro 2 у риме gt3 насколько хорошо работает фронталка вы сейчас видите по поводу там не знаю фпс и всего остального напоминаю что у риме она максимально скромная бесконечно если говорите о redmi либо по-другому хорошо пока f5 pro либо redmi к 60 то здесь все конечно бодрее и лучше как передается цвета и все остальное не знаю по мне лучше наверное у сяоми но у сяоми и кроп приличный такой да ну что же 4к 60fps риме gt3 против redmi к 60 либо по-другому сейчас это называется пока f5 pro у меня в руках пока и 5 про и я вам скажу что если брать что мог айку 7 рейсон и дешевый и что может триллер но это небо и земля посмотрите на какой степени лучше снимает относительно опять же риме пока хотя с другой стороны у полка сейчас шумов столько что можно еще поспорить кто хуже вот сейчас все сейчас пальма первенство было потеряно попробую еще разок может быть они как-нибудь настроиться ну что так как говорится это просто ультиматийный тест если вы видите в темноте как снимают пока риме gt3 и великий ужасный пока f5 pro риме gt3 вытягивает какую-то информацию пока f5 про нет почему-то я зафиксирована вот так примеру вы можете себя снимать в лифте и я знаю что многие это делают насколько хорошо или плохо решать вам опять же все познаются всегда в сравнении для этого в принципе от вас марта и взял чтобы вы могли оценить где будет лучше звук я лучше будет для вас картинка где для вас будет лучший цвет к слову цвет правильно передает риме но 4к 60fps риме просто разрывает пока я вообще не понимаю почему пока вообще ничего не видит потому что здесь в принципе хватает освещение для того чтобы вытягивать картинку то есть риме не делает ничего какого-то феерично фантасмагоричного я прекрасно вижу эту раскладушку лежак и но в помещении в помещении вообще какая-то беда пока вообще упал какая-то с камерами беда у вас нет такого ощущения особенно после racing edition айку на осень когда я делал обзор и сравнивал там прям заметно было что ночью вообще пока не пока 3к 60fps смотрим на тигров оцениваем тигров кто-то сюда придет и все сфотографироваться это точно не про меня 4к 60fps и наконец-то вы можете понаблюдать спокойной обстановке за крокодилами которые не поедают вот этого человека по объективным причинам первую очередь они сыты во вторую мне кажется они обдолбаны но это неважно сейчас вы видите насколько хорошо один или второй смартфон снимает практически как при стационарной съемки и с двух рук будет примерно так кстати на рилме вижу фризы и подвисание но вполне возможно что в итоге картинка будет неплохая но на данный момент мне кажется что рилме фризит 3к 60fps и вот так примерно вы сможете снимать животных вблизи и фронталка 1080p 60fps допустим в зоопарке и вывозит она только в лучшем пока лучше однозначно ну и 4к 60fps немного шел наконец-то экстрим лютый просто просто лютейший экстрим сравнение мне кажется идеально 4к 60fps и 1к и 2к 1к 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 2к 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 ну что же начнем сравнение самого сложного здесь у нас ночная фотография на основной модуле разумеется это realme gt3 апертура 1 и 9 iso 993 запомнили все в автомате следующее это у нас сяоми пока f5 про либо по-другому редми к 60 iso 1 198 апертура 18 и что мы видим здесь мы видим первое что сяоми довольно прилично скропал все но это не ладно по поводу фотографии засветов вот смотрим сколько здесь у нас информации урил не все протерто у меня было и сколько у нас информации у сяоми при ближайшем рассмотрении допустим будды ну плюс-минус одинаково но мне больше нравится как риме сфотографировала потому что у сяоми съела видите освещение прямо конкретный кусок у риме все намного лучше опять же все субъективно насчет красного цвета я не скажу что угадал больше всего риме или сяоми но риме сделал его ярче сяоми приближен все-таки больше чуть-чуть если говорить о краях насколько что замылено ну плюс-минус те же тапки допустим риме поймал зайчика но это не помешало ему раскатать сяоми в каких-то моментах из разряда вот допустим той же листвы у сяоми здесь каша у риме такой каши нет по мне структура дерево плюс-минус одинаковая но опять же все исходники а скину сможете еще потом оценивать лица лучше взял у нас сяоми кстати но надпись посмотрите появилась проявилась получается только на риме это очень странные дела потому что я думал что сяоми как раз с этим справиться лучше то есть надпись у нас видна вдалеке на риме она сфокусировалась видите яркий объект у сяоми это сделать не получилось так здесь фотография храма основной модуль разумеется покажу вам характеристики риме джитте у нас на апертуре 1 и 9 из со соточка и здесь по идее сяоми должен был бы выставить то же самое тоже он выставил правда и со 50 апертуру 18 если посмотреть как они все вблизи оформили то здесь лучше по мне каких-то моментах риме если посмотреть как допустим те же цветы по углам то ничего не мылит никто здесь у нас засвет у сяоми риме повезло больше если говорить о допустим объектах между стен посмотрим небо то здесь риме прорисовала все вообще в целом дневная фотография на основной модуль на голову выше у риме помню ночное селфи портретная съемка если мы говорим допустим о том насколько хорошо меня вырезал сяоми насколько хорошо меня вырезал риме то здесь конечно небо и земля с одной стороны вроде бы хочется мне сказать что риме молодец с другой стороны вот этот вот кусок который они откусили 1 и 2 от здания ну такое себе слева у меня напоминаю риме iso 777 апертура 40 справа у меня сяоми апертура у меня 2 и 5 iso 430 но с другой стороны если посмотреть как вырезал вообще в принципе риме мое ухо сяоми в этом смысле справляется лучше с фронталкой ночью здесь можно дальше извращаться и говорит что смотрите у риме нормально рубашку у сяоми нет в целом не тот не смартфон не про фронтальную камеру повторяю что здесь лидеры сегмент это разумеется samsung яблоко про скинтон молчу плюс-минус те же тапки только в профиль ну и последний это фронталка против солнца специально поймал зайчика на риме получается у нас зайчик есть активные на сяоми он такой пассивные апертура 2 и 5 iso 50 у сяоми у риме надеюсь что и сот почему-то 100 ну хорошо как они справились в целом и тот и другой смартфон учитывая что съемка велась против солнца справился неплохо никто ничего лишнего не вырезал получается у сяоми видите здесь какая-то белина как нимб вот если говорить про риме он немного хуже справился с волосами чуть-чуть хотя с другой стороны он может даже лучше справился потому что здесь пучок волос сяоми просто вырезал и все это смотря как говорится как смотреть черным цветом у богу гадали оба рубашка была черная если говорить о том насколько хорошо одна или вторая фотография хороша мне кажется что и то и другое удачно 4k съемка с одной рубки и имиджете на его 5 и вот так он будет снимать если вы будете с ним двигаться как мне говорят включает 4k 30 fps будет хуже стабилизация но больше детальности и меньше шумов может тогда 720p включить чтобы и стабилизация была и все остальное хорошо снимает допилили прошивку допилили посмотрите мне нравится то же самое в 4k 30 fps но для меня в 4k 30 fps по мне прям лютейшие фриза очень странно кто выбирает 4k 30 fps вместо 4k 60 fps такие есть напишите но только если вот так снимать как фотографию вот в этот момент я скажу страшную вещь жаль нет ультрашейка почему потому что на ультрашейке вот эта вот штуковина вся она выглядела бы более эпично особенно всякие гоночные машинки потому что на основной модуль конечно круто снимать но на ультраширик они бы выглядели намного намного симпатичнее к слову билет на все все про все если у тебя есть права выходит 900 рублей всего чего здесь хватает вообще интересные тачки до какой степени я спокоен подобным вещам но вот этот вот подбор на любой вкус и цвет я не совсем правильно выразился плохо что нет ультраширика на 4k 60 fps или 4k 30 fps или даже 1080p 60 fps почему потому что вот в 30 fps вся эта красота тень она не особо то и красота тень смотрите и кажется что плохой смарт он неплохой видите позади в окнах не так там и светло он не справляется ну самая-самая прелесть конечно это вот оба штука я думаю 99 процентов подписчиков кто интересуется машинами согласиться а все остальное так классический способ кормежки через ультраширик 1080p 30 fps слон и вот так он будет есть теперь 4к 60 fps способ кормежки слон вот так вы сможете его кормить ну и разумеется если вы решите заснять как вы кормите слона как некоторые делают без мата и хамства вместе с моей рукой почти 4к 60 fps основная камера здесь предлагают всем фотографироваться и если честно я не совсем понимаю к чему это все но нам же самое важное как камера работа и целом как я вижу не опять работает на уровне флагманов можете со мной поспорить цвета передаются корректно во всяком случае я так вижу водичка достаточно мудную как и есть против солнца снимает неплохо нулевая ретушь фронталка но опять 4к 60 fps я вам скажу откровенно что если вы хотите увидеть живность вот эта штука точно не для вас потому что здесь есть конечно там всякие не знаю слоны и подобные но их здесь очень мало но с точки зрения именно фанатов юрского периода либо детская какая-нибудь такая штуковина из разряда какой огромный сколько всяких штуковин вот здесь конечно место уровня масштаба космос 4к 60 fps даже растением необходимо спасаться от этой жары до этого стоят вентиляторы и крыша у них над головой анги английский тайский и конечно же китайский и русский на всех табличках на всех это x2 4к 60 fps и съемка воды смотрим как у него с автобусом это я не справился это дело как я понимаю справилась смотрите а класс и немного еще фронталки еще чуть-чуть еще немного я наизнанку шапку нёс панамку ну что это официально фронталка риме gt3 и вот так вы сможете себя снимать без изменений каких-то потому что сенсоры те же все то же самое как и у него опять китайской версии единство повторяюсь в тысячный раз за ролик бэнда 20 не будет а так перепрошивка занимает 15 минут железо тоже сенсоры те же и алгоритмы работают получше потому что есть ощущение что они обрезали частоту ну это и неплохо наверное наверное здесь 4к 60 fps съемка с двух рук и вот так вы сможете снимать всякие достопримечательности к слову это достопримечательности никаких тысячи лет нет восьмидесятых начали строить 4к 60 фпс объект и вот такой вот автофокус дерево еще раз допустим часы хорошо вообще хорошо работает ну что 4к 60 fps проверяем стабилизатор все равно идти вниз почему бы не проверить съемка с одной руки здесь все искусственно сделано практически кроме воды и камня разумеется место выбрано специально но как говорится за 30 лет все равно все это дело стало более-менее натуральным и gt3 снимает неплохо я говорю очень много контента которые делаем мы блогера очень часто повторяем что вот картинка лучше на видео хуже еще где-то лучше но де-факто это все не видно очень часто так но еще немного видов искусственно созданных для увеселения но вообще они не для удовеселения в принципе сделано были для того чтобы возродить каким-то образом их местное зодчество и фактически здесь получается мастера получают постоянную работу потому что 30 лет все это дело строится и будет продолжать строится потому что это будет продолжать разрушаться соответственно все эти навыки не будут утеряны и это хорошо то есть данная работа видите востребована повторяюсь по мне это даже очень-очень правильно когда кто-то об этом думает 3k 60fps вот она мастерская нон-стопом просто безумное количество людей вырезает вещи которые постепенно изнашиваются и нужны новые но зато это как постоянно работа это очень даже разумно по мне видите много всяких поделок уже готова подготовленных это маленький макет 4k 60fps магазины это уже gt3 смотрим на стабилизацию смотрим на автофокус который довольно кстати шустро работают и в целом переключение на ближние дальние объекты свет а вот цвет цвет я не знаю чуть-чуть ярче зеленый чуть ярче даже оранжевый таблекло оранжевый он передает получается вот у него нет дружбы здесь чисто красный вы видите желтый видите не осилил 1080p 30fps ультраширик и вот так вы сможете снимать на него объекта разумеется никаких автофокусов здесь нет ну в целом неплохо какая здесь мешанина уникло вот смешные футболки много смешных футболок 4k 60fps и вот так отлично может снимать наш великий ужасный realme gt3 ночью ну а это кажется что он классно снимает когда правильно когда это основной модуль когда 4k 60fps когда ты встал и когда это не в сравнении с поко f5 pro как только это сравнили с поко f5 pro здесь шумов упалка меньше но вы увидите во всяком случае в сравнении хотя не сказать что пока снимает лучше есть свои плюсы минусы но для основной камеры вот пожалуйста примерно так вы сможете различные объекты ночью снимать уже кстати неплохо как многие говорят нет никакого прогресса но посмотрите три года назад как смартфоны ночью снимали вот просто посмотрите небо и земля не считая яблок к к не считая яблок и проверка фронталки роллинг шаттер отдельно максимально быстро вот так двухоконный режим и в этом смысле реуме молодцы всегда приятно поиграться с подобной штукой ну вот достойная локация чтобы проверить ультраширик 1080p 30fps если вы будете снимать со мной руки без штативов стабилизаторов которые у меня есть разумеется но мы же хотим посмотреть как это будет то примерно вот так против солнца снимать время допустим без автофокуса вы сможете снимать на риме gt3 global rom global edition разумеется у меня тоже будет но это будет чуть позже но global rom я тоже считаю что неплохо ультраширик немного основного модуля 4к 60fps тоже локация вот так вы сможете снимать на основной модуль разумеется еще примера будут со слонами и жирафами возможно вы их уже видели но это будет чуть позже ну и разумеется немного фронталки в 1080p еще солнце выше чем горизонт кстати прошлый разу я не покажу вам тигров в этом месте они есть пусть и не особо большие но тигра почему это все примерно так вас сможет снимать фронталка 1080p 4к 60fps кормежка 1 кормежка 2 еще и фронталка кормежка 4к 60fps немного крокодилов и максимум разумеется x10 вот так сможете этих рептилий снимать довольно крупных но разводят их здесь не из альструистичных побуждений а их извините за грубость едят как и курицу кстати стоимость не намного и выше вот такие вот штуки они едят млекопитающих а мы их едим много фронталки с этим безумным в каком-то смысле в моем точно основной модуль 4к 60fps используем аксы плавно x2 x3 x4 x5 получается можно на x2 более-менее еще снимать много лошадей в 4к 60fps и да я каждый раз упорно протираю камеры перед тем как снимать потому что многие надеются что я не протираю нет протираю и вот такая картинка у вас будет если вы будете протирать камеры gt3 и снимать кстати неплохая картинка закат уже 4к 60fps надеюсь вы видите как здесь много рыбы и как говорится с этой стороны пруда ловить нельзя вот там уже можно ничего уже священного здесь нет рыбка вкусную горы 4к 60fps и вот так как куриц растят крокодилов на поедание но все жизнь налаживается уже температура всего 39 и вот так при ушедшем уже практически солнце вы сможете снимать окружающей действительность но как я вижу чуть-чуть чуть-чуть цветами он не не попадает минимально потому что это красный тоже не красный а подоранжевый а красный цвет вообще не любят никто особенно не любят xiaomi желтый в принципе в цвет зеленый с оттенками желтого тоже в цвет надо уже будет смотреть на компьютере но пока претензий нет минусы быстрая зарядка в 240 ватт по факту бесполезно нет телефото сенсора нет беспроводной зарядки вообще gt3 надеялся что они на ген 2 выпустят но нет нет миниджека а также нет возможности расширить внутреннюю память и для меня как для пользователя которые используют вайфай 7 серия отсутствие смартфоне модуля 7 серии тоже является небольшим но минусом минусы можно долго и упорно в принципе выгребать но еще раз повторяюсь на глобалку у меня будет обзора цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео там есть цена на на опять который не советую в тысячный раз перепрошить на gt3 либо цена с заглушкой на gt3 как только начнется старт продаж увидите там ценник если промокоды смотрите моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии советую мой телеграм-канал скидок использовать еще и как информационную платформу то есть если вы что-то решили приобрести заходите туда вбивайте в поиске название вашего девайса и видите как изменялась на него цена понятно что рубль скачет понятно что в долларах может быть скидка в итоге цена увеличивается но вы хотя бы увидите динамику чего вам ждать и что ловить не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи там вы расписываете по то за что вам нужно и пользователи советуют и мой личный телеграм-канал в этом телеграм-канале а скидываю результаты тестов и общаюсь с вами постоянно резюмировать я бы хотел разумеется стандартно на камеру самого смартфона я очень рад что наконец-то риме решили сделать глобальные данную версию смартфона теперь риме gt3 как только начнется старт продаж появятся в магазинах в ритейле вы сможете прийти их пощупать эти смарты посмотреть как быстро работает оболочка на 144 герц как быстро отрабатывает камера потому что еще раз повторяю что допустим здесь камера в пока f5 pro работает на фото съемку значительно хуже и по скорости по цветопередаче и по остальным каким-то субъективным или объективным характеристикам еще раз тысячный раз напоминаю что я не советую перепрошивать на его 5 на gt3 в тысячный раз напоминаю что в глобалке будет разумеется скорее всего гарантия агрегация частот 20 band и может быть еще что-то они добавят в чем я правда сильно сомневаюсь насчет прошивки работает глобальная постабильнее мое мнение не забываем что в играх яркость данный смарт также как пока f5 pro сбрасывал хотя пока f5 pro в два раза это получается в сумме на 30 процентов и если говорить о моем личном выборе то я думал для вас всех очевиден учитывая как я часто рассказываю о корпорации биби кей не смарт и нравится но у нас была проблема напоминаю со смартфонами риме иван классом они блокировались за территории китая смартфоны которые были предназначены для китая китайских версий курил не таких историй к сожалению было много и покупая китайскую версию допустим тот же на 5 вы все равно но слегка рискуете когда вы покупаете любую глобалку пусть это дороже но риск сводится к нулю и у вас лучше ловится сотовая связь если говорить о сравнении надеюсь что у вас будет какой-то фидбэк то есть вы напишите в комментариях что вам больше понравилось по съемке как вы считаете достоин ли днева 5 выхода на глобальный рынок под названием gt3 потому что это тоже еще вопрос я надеялся на ген 2 все-таки скоро будет обзор на этого красавца обзор на он ультимейт и разумеется на пиксель 7 а это из свежего девайсу от меня однозначно да добра и удачи вам дорогие друзья